Ересь Хоруса Вархаммер 40 тысяч Грэм Макнил Жатва Черепов Прокатившись по полу, голова наконец остановилась, и остекленевшие глаза возрились на взасегдатаев таверна. Молниеносный удар ребром ладони, столь же смертоносным, как и лезвие меча, и голова задиристого воина отделилась от шеи еще до того, как с губ сорвалось последнее дерзкое слово. Но тело продолжало стоять. Убийца удерживал его в вертикальном положении, ухватив за край заляпанного алым нагрудника рукой, обтянутой грубой серой кожей. Под головой скопилась лужа крови, еще одна лужа натекла из-за брубка шеи. Ноги трупа вдруг задергались, словно покойник и после смерти не терял надежды избежать ужасной участи. Убийца, разжав кулак, отвернулся, и тело с грохотом рухнуло на покрытые слоем золы и пыли пол. Как только шоу закончилось, постоянные посетители таверны вернулись к своим кружкам и интригам. Потому что в подобных местах собирались только те, кто вынашивал планы мести, убийства, разбоя и насилия. Хан-сю из «Железных воинов» не был исключением. И демонстрация смертоносного мастерства, только что проведенная его чемпионом, должна была стать первым шагом к исполнению его собственных грандиозных замыслов. В таверне пахло заговорами, прогорклым жиром и дымом, клубы которого поднимались к массивным стропилам, судя по их виду, когда-то бывшим частью космического корабля. Стены из неровных глиняных кирпичей венчали листы гофрированного железа. И сквозь прорехи и пулевые отверстия в крыше внутрь таверны падали тонкие лучи резкого света, обжигающие белого, как свет менденгардского солнца. Убийца слезнул кровь с ладони, и Хансю усмехнулся, заметив, что так хорошо знакомые серые глаза чемпиона, равно как и все его напряженное тело, по-прежнему охвачены желанием убивать. Существо называло себя свежерожденным и носило тусклый доспех цвета вороненого железа. Края наплечников были отмечены желтым и черным, а с широких плеч существа спадал плащ из грубой материи цвета охры. Оно всем походило на одного из железных воинов, за исключением лица. Неплотно прилегающая к мышцам каска из украденной кожи в точности повторяла черты человека, которого Хансю надеялся когда-нибудь убить. Сшитое из кожи умерщвленных пленников, лицо свежерожденного было личиной убийцы, сокрытого тьмой, ночного кошмара, призрака, что ходит под покровом теней и преследует трусов во сне. Существо обернулось к Хансю, и тот почувствовал отзвук восхитительного приятного возбуждения, что вызывал в нем вид мертвого тела на полу. «Отличная работа!» — похвалил Хансю. Жалкий ублюдок даже не успел договорить оскорбление. Пожав плечами, свежерожденный сел за стол напротив него. «Он никто, просто солдат-невольник. Да, но кровь из него текла не хуже, чем из любого первого встречного. И теперь его хозяин может захотеть встретиться с тобой», — заметил свежерожденный. «Хорошо, что он сдох сейчас. Мы могли бы его завербовать, и он подвел бы нас в бою», — подал голос Кадара с Грендей, сидевший напротив и осушил жестяную кружку с выпивкой. «Если в ближайшие несколько дней нам предстоит встреча с серьезным соперником, не хочу, чтобы под ногами путались неудачники». Грендель был настоящим зверем, закованным в доспех убийцей, которого радовали только смерть и страдания других. Когда-то он сражался в армии одного из кузнецов войны, противостоящих Хансю на Мендрингарде, а когда тот был разбит, переметнулся на сторону победителя. Несмотря на это, Хансю знал, что верность Гренделя можно купить только обещанием резни, и что он не более предан хозяину, чем голодный волк на цепи. Шрамы не оставили на его лице живого места, а коротко подстриженный ирокез довершал образ безжалостного воина. «Уж поверь», — заговорил воин, сидевший рядом с Гренделем, «жатва черепов быстро избавляется от сорной травы. До конца доживают только самые сильные и жестокие». Хансю кивнул, — «Тебя лучше знать, Ваанес. Ты же бывал здесь раньше». Ордарик Ваанес, носивший черный, как ночь, доспех гвардии ворона, был полной противоположностью Гренделю. Гибкий, элегантный, красивый. Его длинные темные волосы были стянуты в хвост. На правильно очерченном лице выделялись прикрытые тяжелыми веками глаза, а на щеках красовались ритуальные шрамы. С тех пор, как Хансю предложил бывшему десантнику из гвардии ворона присоединиться к его войску, чтобы обучать свежерожденного, Ваанес сильно изменился. Хансю никогда до конца не верил, что бывший солдат лжеимператора может полностью отказаться от клятв верности прежнему хозяину. Но рассказ Гренделя о действиях Ваанеса на орудийной платформе на орбите Тарсис-Ультра не оставлял повода для сомнений. «Бывал», — признал Ваанес, — «и не могу сказать, что счастлив сюда вернуться. Если оказался здесь, то готовься к худшему, особенно когда идет сжатва черепов». «Как раз к худшему мы и готовы», — ответил Хансю. Поднял оторванную голову и поставил ее на стол перед ними. На мертвом лице застыло удивленное выражение. Интересно, когда голова покатилась в плеч трупа, оставалась ли в ней еще жизнь, чтобы увидеть, как прощается вокруг нее таверна. Влажная кожа мертвеца приобрела восковой оттенок, а на лбу виднелось клеймо в форме красного черепа, выжженного поверх татуировки в виде восьмиконечной звезды. Ведь именно поэтому мы здесь, и поэтому я приказал свежерожденному убить этого типа. Как и его воины, Хансю сильно изменился с тех пор, как на гидре Кардатус началось его восхождение к власти. Он обзавелся удивительной серебряной рукой, и в результате взрыва лишился всей левой половины лица, включая глаз. Теперь глаз заменил аугметический имплант. Но как бы сильно не изменилась его внешность, Хансю понимал, что главные перемены произошли внутри. Ваанес потянулся к голове и поднял ее так, что капли крови упали на его латные перчатки. Хансю заметил, как расширились глаза воина при прикосновении к мертвой плоти, как раздулись ноздри, уловив запах смерти, как внимательно пальцы ощупывали холодную кожу. «Это один из бойцов Паштока-Улевента», – констатировал Ваанес. «Кого-кого?» «Он поклоняется Богу крови», – ответил Ваанес, развернул голову и указал на клеймо на лбу. «Это его метка». «Влиятельная фигура?» – спросил Грендель. «Более чем. Он много раз приезжал на жатву черепов, чтобы набрать воинов в свою банду. И ему удавалось победить. Претенденты, не сумевшие победить, в жатве черепов не выживают», – сказал Ваанес. «Убив одного из его людей, мы наверняка привлечем его внимание», – заметил Хансю. «Кажется, уже привлекли». Грендель кивнул в сторону входа и широко улыбнулся в кровожадном предвкушении. К их столу уверенным шагом направлялся воин в доспехе, когда-то выкрашенном, черное с желтым, но теперь так сильно испачканном кровью, что броня приобрела темно-бордовый цвет с оттенком ржавчины. Грендель потянулся за оружием, но Хансю остановил его, отрицательно качнув головой. Шлем воина венчали рога, а из-под визора торчали два длинных клыка. Хансю не мог определить, были ли это просто украшения доспеха или же часть тела воина. Тот же символ, что был на голове убитого, украшал и нагрудник новоприбывшего, а его хриплое дыхание походило на рык хищного зверя. Он был вооружен топором, с бронзового лезвия которого капала кровь, а металл светился тусклым огнем кузнечного тигля. Перевернув топор лезвием вниз и опершись на него одной рукой, кулаком другой, воин ударил себя в грудь. «Я Восок дал, слуга трона черепов, и я пришел, чтобы забрать твою жизнь». Хансю понадобилось всего мгновение, чтобы оценить противника. «Восок дал, когда-то был Астартес, из ордена косы императора, судя по эмблеме из двух перекрещенных кос на его наплечнике, но теперь убивал во имя кровожадного бога, больше всего ценящего войну и смерть. Он наверняка силен и умен, и в жажде воинской славы и почести переплюнет даже тех, кто еще сражается за империум». «Я думал, что твоему ордену пришел конец», сказал Хансю, поднимаясь. «Разве тираниды не превратили твою планету в безжизненную скалу?» «Ты говоришь о событиях, которые тебя не касаются, червяк», огрызнулся Дал. «Я пришел убить тебя, а потому готовься к бою». «Вот так всегда», Хансю покачал головой. «Всегда вы, последователи бога крови, повторяете одну и ту же ошибку. Вы слишком много болтаете». «Тогда хватит разговоров», сказал Дал. «Дерись». Хансю не стал тратить время на ответ и просто схватил со стола свой топор. Черное гладкое лезвие блестело и, казалось, впитывало себя весь свет, по неосторожности, коснувшейся его поверхности. Он двигался быстро, но Дал оказался еще быстрее и успел поднять свое оружие, чтобы блокировать атаку, а затем занес топор для удара, способного раскроить врага надвое. Хансю пригнулся, ударил древком топора Далла в живот и быстро отступил в сторону, уворачиваясь от обратного удара. Лезвие противника прошло в каких-то миллиметрах от его головы, и он почувствовал яростный жар, исходящий от созданного варпом оружия. Дал бросился в атаку, и Хансю двумя руками взялся за топор и перешел в более широкую стойку. Воин Кровавого Бога двигался быстро. От его полного ненависти рева содрогались стены, но Хансю сражался и с более страшными врагами, и выжил. Он сделал шаг навстречу атаке и резко поднял руку, чтобы блокировать удар. Топор Далла рухнул вниз, и лезвие глубоко вонзилось в предплечье. Как и у свежерожденного и Гренделя, доспех Хансю был традиционно для железного воина цвета необработанного железа. Но рука, остановившая оружие, высоко Далла, на этом фоне выделялась своим чистым, сверкающим серебром. Далл крякнул от удивления. Он явно привык к тому, что после удара его топора жертва падала и больше не поднималась. Это удивление стоило ему жизни. Воин безуспешно попытался высвободить глубоко засевшее оружие, и Хансю, широко размахнувшись, вогнал блестящее, как черное зеркало, лезвие своего топора противнику в голову. Пройдя сквозь шлем и череп, лезвие рассекло шею и половину грудины. Далл упал на колени и начал заваливаться на бок, своим весом увлекая Хансю за собой. Тело его содрогнулось. Злой дух, рожденный варпом и заточенный в оружии победителя, добрался до его души, и забава ради разорвал ее на части. Из расколотого черепа багровым потоком хлынула кровь. Но даже после того, как душа Дала перестала существовать, его рука все так же крепко сжимала оружие. Вокруг того места, где топор Дала погрузился в протез, заменявший Хансю руку, возникло тонкое оранжевое свечение, похожее на пламя ацетиленовой горелки, и полумесяцем прошло по лезвию, отрезая его. Огненное сияние, оживлявшее его, потухло, и его энергия перешла в оружие железного воина. Несмотря на удар, поверхность протеза оставалась такой же гладкой, как будто он только что вышел из кузницы серебряных дел мастера. Хансю не знал, да и не хотел знать, откуда берется эта способность искусственной руке восстанавливаться. Главное, что она в очередной раз спасла ему жизнь. С видом победителя, стоя над трупом в Осака Дала, он выпрямился в полный рост, и завсегдата и таверны с интересом возрились на него. «Я Хансю из железных воинов», проревел он, подняв топор высоко над головой. «Я пришел на жатву черепов, и я никого не боюсь. Пусть любой, кто считает себя достойным присоединиться ко мне, приходит в мой лагерь. Ищите знамя с железным черепом у Северного утеса». Он уже направлялся к выходу, когда из-за одного из столов поднялся мужчина в потрепанном бронежилете. Из-под каски, которую носили солдаты имперской гвардии, глядело грубое лицо, а на плече висела длинноствольная винтовка. «Все командиры, которые заявляются сюда, утверждают, что у них есть план», сказал гвардеец. «Чем отличаешься ты? Большинство из них никогда больше не возвращаются. Так почему я должен сражаться за тебя?» «Как твое имя?» «Хаин». «Хаин Петтер». «Потому что я намерен победить Хаин Петтер». «Все так говорят», возразил Петтер. Подняв топор на плечо, Хансю ответил. «Они говорят, а я сделаю». «Ладно, и с кем же ты собираешься воевать, если выживешь в жатве?» Хансю ухмыльнулся. «Мой крестовый поход сожжет миры ультрамара». «Ультрамара?» переспросил Петтер. «Да». «Да ты спятил, это чистое самоубийство». «Может и так», ответил Хансю, «а может и нет». «Но если это недостойная цель, то в этой галактике не осталось ничего, ради чего стоит жить». Город в горах переполняли еле сдерживаемые напряжения и угроза. Воины всех мастей и достоинств заполняли улицы, переулки и площади, зажатые между ветхих домов, кое-как сложенных из кирпичей и всяческого мусора. Жатва черепов должна была вот-вот начаться, и горожане, еле сдерживая нетерпение, то и дело тянулись к рукоятке пистолета или к обшитому кожей эфесу меча. Угроза и опасность витали в воздухе, как электрические разряды. Ихан-сю улавливал, их так же ясно, как адепт Цицерин, преобразившийся магас, видел течение варта. В любую секунду могла пролиться кровь, впрочем, это было бы в порядке вещей. Небо тускло светилось, озаряемое вихрем всполохов, похожих на полярное сияние безумных расцветок. В глубине смерчей сверкали молнии, и Хан-сю с трудом заставил себя оторваться от радующего глаз зрелища. Только те, кто не знал опасностей варпа, осмеливались долго смотреть в бездну, скрывавшуюся за небесами. Он улыбнулся, вспомнив, как однажды его плоть чуть не стала домом для одного из существ, обитающего в глубине этого зловещего калейдоскопа цветов. Немощенные улицы, протянувшиеся по склону горы, заполняли толпы людей, и Хан-сю вглядывался в лица прохожих. Кто-то мог быть старым врагом, кто-то новым, соперником, или просто воином, решившим сделать себе имя на убийстве таких, как он. Уличные торговцы и знахари-шарлатаны заполнили город, и в воздухе витали странные запахи. Хор голосов монотонным речитативом расхваливал развлечения и товары, которые можно было найти только в сердце мальстрима. Флекты с кошмарными видениями, демонические клинки, плотские утехи в компании преображенных варпом куртизанок, наркотические экстракты из нематериальных сущностей обитателей пустоты, обещания вечной юности. Здесь были и пираты, сбившиеся в челанливые шайки, и родовые кланы наемников, и неприкаянные изгои. То тут, то там, на углу улицы виднелся одинокий воин, похвалявшийся своей удалью и охотно демонстрировавший свои навыки. Серокожий локсатль взбирался по кирпичной кладке темной башни, и его оружие само изменяло положение и наводку. Облаченный в мантию скиф занимался дисцелляцией яда на потеху зрителям, а рядом несколько мужчин и женщин устроили показное сражение на мечах и топорах. Другие хвалились мастерством в обращении с огнестрельным оружием, стреляли по летающим мишеням и показывали прочие чудеса меткость. Ну что, нравится кто-нибудь? спросил Грэндель, кивая в сторону участников показательных выступлений. Хансю отрицательно покачал головой. Нет, это просто отребье. По-настоящему умелые воины не станут выставлять себя на показ так сразу. Себя мы уже выставили. Мы тут новички, объяснил Хансю. Я хочу, чтобы обо мне заговорили, но теперь пусть этот пашток Улевент создает мне репутацию, напав на нас. То есть ты специально заставил меня убить того человека, чтобы спровоцировать ответное нападение? Поинтересовался свежерожденный. Именно так. Я хочу, чтобы все воины, собравшиеся здесь, услышали обо мне и прониклись уважением. Но я не могу вести себя, как эти дураки, и кричать повсюду, как я велик. Пусть за меня это сделают другие. Если только мы переживем месть Улевента. Действительно, если, признал Хансю. Но я никогда не говорил, что эта затея обойдется без риска. Они пробирались по улицам города, проходя через районы, погруженные в гнетущую тьму, залитые опаляющим светом или наполненной пустотой, в которой тонули все звуки, и каждый шаг, казалось, был длиною в жизнь. После Мендренгарда, расположенного в глубине Ока Ужаса, хаотическая изменчивость миров, затронутых варпом, уже не могла удивить Хансю. Но непостоянная, прихотливо меняющаяся обстановка раздражала. Он посмотрел вверх, на вершину горы, где, подобно гигантской черной короне, раскинулась могучая цитадель правителя этого мира. Высеченная в горной породе цитадель проникала в саму вершину, превратив ту в колоссальных размеров твердыню, откуда ее хозяин мог планировать смертоносные атаки на весь сектор. Изогнутые стены редутов и выступы бастионов, расположенные под наиболее эффективным углом, врезались в скальный массив, защищая верхние подступы к крепости. А ряды колючей проволоки, подобно непроходимому полю без конца и края, перекрывали все пути к огромному, утыканному железными шипами Барбакану. Вид столь внушительной крепости наполнил Ханчю восхищением, понятным любому железному воину. Хорошо укрепленные башни стояли на защите цитадели, и их оружие были способны сбить даже самый крупный космический корабль и вдребезги разбить любую армаду, посмевшую напасть на эту планету. Халангол даже в лучшие времена не мог похвастаться столь внушительным вооружением. Ордарик Ваанес склонился к Ханчю и, указав на нацеленные в небо орудия, заметил «Большие пушки не знают усталости». Так он, кажется, всегда говорит. «Рассказывают, что да», согласился Ханчю, «Но если жизнь на Мендрингарде меня чему и научила, так это тому, что крепости неподвижны, и штурм только вопрос времени. Это место впечатляет, это точно, но моя карьера строителя крепостей окончена. Не думал, что когда-нибудь услышу от железного воина, что он устал от крепостей». «Не устал, Ваанес», возразил Ханчю, ухмыльнувшись. «Просто теперь я буду направлять свои силы на их разрушение». Ханчю разместил своих воинов на северном утесе, самой природой и защищенном с трех сторон отвесными скалами, обрывавшимися в пропасть глубиной в несколько километров до самой долины внизу. В обычных обстоятельствах такая позиция плохо подходила для укреплений, так как ее легко можно было блокировать. Но Ханчю не собирался здесь задерживаться дольше, чем необходимо. Его отряд очистил утес от прежних обитателей, и пленников после жестокой перестрелки в качестве жертвоприношения богам просто сбросили вниз, навстречу их судьбе. Под знаменем железного черепа выросла временная крепость, система непритязательных укрытий и стуров, сооруженных из проволочного каркаса и прочной ткани, с песком, землей, камнями и щебнем в качестве наполнителя. Линия, сложенная из таких массивных габионов, протянулась по всей ширине утеса, но еще предстояло возвести из этого же материала несколько башен для установки тяжелых орудий. На самом деле это была скорее просто заградительная стена, нежели настоящий форт. Эта позиция не шла ни в какое сравнение с цитаделями даже самых захудалых кузнецов войны на Мендренгарде, но и Йохан-Сю постарался укрепить насколько возможно, чтобы продержаться в течение всей жатвы черепов. При приближении Хан-Сю и его спутников адамантиевые ворота распахнулись, и орудия, расположенные на приземистых башнях по обе стороны на стенах несли караул два десятка железных воинов, чьи доспехи в суровом, переменчивом климате планеты покрылись пылью и царапинами. Другие воины отряда Хан-Сю были расставлены по всему лагерю, а часть осталась на поколении войны, древнем и славном корабле, который доставил их на этот мир, и теперь ждал на орбите среди прочих флотилий. Хан-Сю направился прямиком к шатру из стальных листов, возведенному в центре лагеря и дополнительно защищенному глыбами заполненных землей габионов. Над шатром трепетало и хлопало на ветру знамя, и казалось, что железный череп глумливо ухмыляется, вызывая всю планету на бой. Грендель, Ваанес и свежерожденный последовали за ним мимо двух караульных уходов шатер, облаченных в массивную терминаторскую броню. Оба гигантских стража были вооружены длинными копьями с изогнутыми наконечниками и в своих доспехах более всего походили на статуи из металла, столь же непреклонные, как и их сердца. Внутри стены шатра украшали звездные карты с изображениями рукавов галактики, орбит планет и диаграмм, а также различные сакральные символы, начертанные на фрагментах бледной кожи, как человеческой, так и снятой из ксеносов. В центре стояла железная кровать, а вокруг нее металлические ящики, заполненные книгами и свитками. Тридымящиеся жаровни наполняли шатер густым масляным ароматом, который, как считалось, привлекает внимание богов. Хан Сю поставил топор на стойку для оружия и налил себе кубок воды из медного кувшина. Не предложив напиться своим спутником, он сделал долгий глоток, прежде чем повернуться к ним. Итак, что вы думаете о нашей первой вылазке? Грендаль сам наполнил себе чашу и заметил. Неплохо, хотя жаль, что убить никого не удалось. Если этот пашток улувент такой же сумасшедший, как и прочие служители кровавого бога, которых я встречал, тогда нам недолго ждать его ответного хода. Ваанес, твое мнение, ты же участвовал в жатве, что должно случиться дальше? Вначале тебя призовут засвидетельствовать почтение в цитадель, сказал Ваанес, наугад беря одну из книг из ближайшего кровати ящика. Затем настанет день жертвоприношений, после чего начнутся поединки. Почтение, сплюнул Хансю, какое мерзкое слово, я никому не оказываю почтение. Может и так, ответил Ваанес, но у тебя недостаточно власти, чтобы нарушать правила. Хансю кивнул, хотя все в нем восставало против необходимости кланяться и заискивать перед тем бы то ни было, пусть даже и пользовавшимся зловещей славой, как повелитель этого мира. Он выхватил книгу из рук Ваанеса и положил ее на кровать. А что будет после визита в цитадель и жертвоприношений? Потом начнутся убийства, сказал Ваанес, глядя на него с недоумением. Предводители различных отрядов бросают друг другу вызов. Ставка, воины их банд. В большинстве случаев на эти вызовы отвечают их чемпионы, а сами главари вступают в битву, только когда ставки максимально возрастут. И эти вызовы завершаются боем один на один? Иногда, ответил Ваанес, последний бой обычно именно так и проходит, но до этого поединок может принять какую угодно форму. Почти никогда точно не знаешь, с чем столкнешься, пока не выйдешь на арену. Я смерть голыми руками. Бывают поединки с чудовищами ксеносами и дуэли с применением псайкерских сил. Заранее не угадаешь. Значит, я все-таки кого-нибудь убью, с нескрываемым удовольствием сделал вывод Грендаль. Это я тебе могу практически гарантировать, ответил Ваанес. Тогда мы должны выяснить, с кем нам предстоит драться, сказал Хансью. Если мы собираемся добыть себе армию, надо знать, у кого мы ее заберем. А как по-твоему нам это сделать, поинтересовался Грендаль. Побродите по городу, узнайте, что и как, посмотрите, кто прибыл. Выведайте их сильные и слабые стороны. Не скрывайте, кому вы служите. Можете раскроить пару другую черепов, если понадобится. Грендаль, знаешь, что делать? О, да, подтвердил Грендаль с откровенным предвкушением во взоре. Более чем. Ханчу заметил взгляд, которым обменялись Воонес и Свежерожденный и с удовольствием отметил их замешательство. Не дело допускать, чтобы подчиненные были слишком уж хорошо осведомлены о планах командира. А теперь пошли прочь, мне надо заняться исследованиями, приказал он, подбирая с кровати книгу, которую отобрал у Воонеса. До утра можете развлекаться, как хотите. По мне, так отличный план, сказал Грендаль и извлек из чехла нож с длинным лезвием. Ханчу уже собирался повернуться спиной к своим подчиненным, но тут он заметил, что Свежерожденный склонил голову на бок, словно прислушиваясь, а из-под его свободно сидящей кожи пробивается мерцающий свет, пульсирующий с каждым ударом сердца. За месяцы совместных сражений Ханчу научился распознавать это предупреждение. сказал Свежерожденный, отвечая на невысказанный вопрос командира. Что? Откуда ты знаешь? требовательно спросил Грендаль. Чую кровь, объяснил Свежерожденный. Земля перед заградительной стеной лагеря Ханчу была усеяна трупами. Орудия, установленные на башнях и парапетах, выплевывали огнестрельные очереди, создавая сплошную завесу огня, косившего ряды облаченных в бронежилеты солдат. Которые бросались на ворота без всякого страха. Все вокруг внезапно затопила тьма, словно ночь накрыла утес своим покрывалом. И темноту освещали лишь трепещущие языки пламени, отмечавшие столкновение двух сил. Предупреждение Свежерожденного прозвучало как раз вовремя, и Ханчу успел собрать своих воинов на стенах примитивных укреплений, прежде чем морда орущих людей вырвалась из темноты и понеслась на них. Это было жалкое подобие штурмового отряда, разношерстная толпа человеческих отщепенцев всех мастей. У большинства на головах были железные маски или череполитие шлемы, а униформы, если таковая вообще присутствовала, им служили запятнанные кровью лохмотья, кое-как сшитые вместе наподобие кожи свежерожденного. Они бросались в атаку ревущей толпой, поля по защитникам из всех мыслимых видов оружия. Лазерные разряды и пули попадали в стены или в керамитовые пластины бронежелезных воинов. Недостаток в мастерстве и тактической изобретательности нападающие с лихвой компенсировали неуемной животной свирепостью. Но для победы этого было совершенно недостаточно. Четко скоординированные оружейные залпы рявкали снова и снова и атакующие падали ряд за рядом. Их примитивные доспехи не могли выдержать удар реактивных болтерных снарядов, каждый из которых как миниатюрная ракета взрывался внутри грудной полости жертвы. Тяжелые орудия на башнях прорезали кровавые борозды в толпе нападавших. Но казалось жестокая резня только подзадоривает их, заставляя идти в атаку с еще большим фанатизмом. Как будто их единственной целью было пролить как можно больше крови. Разве эти идиоты не понимают, что не смогут прорваться внутрь? Сказал Ваанес, хладнокровно стреляя. Разрывной снаряд взорвался под бронзовой маской, машущего флагом безумца. Тот мчался к воротам, даже не обнажив оружие. Кажется, им все равно, ответил Хансью, перезаряжая болтер. Им не нужно вовнутрь, они должны сообщить, что нам брошен вызов. Думаешь, это люди у Лувента? спросил Грендель, которому такая односторонняя бойня доставляла явное удовольствие. Он позволил врагу приблизиться к своей секции стены и только тогда приказал своим воинам открыть огонь. И Хансью видел, что он наслаждается убийством с такой близкой дистанцией. Без сомнения, ответил Хансью. Он наверняка знает, что они все погибнут, заметил Ваанес. Для него это не важно, сказал свежерожденный, стоящий за плечом Хансью. Странная плоть существа все еще светилась, а глаза хищно мерцали. И ему, и его богу все равно, из кого течет кровь. Заставив этих людей погибнуть зазря, Улувен показал нам, насколько он могуществен. Показал, что может позволить себе потерять стольких солдат без ущерба для себя. Умнеешь с возрастом похвалил Грендаль и, ухмыльнувшись, хлопнул свежерожденного по руке. Тот вздрогнул от прикосновения и Хансью понял, что существо ненавидит воина с ирокезом. Стоит запомнить этот нюанс на будущее, если с Грендалем возникнут проблемы. Резня, битва это было назвать нельзя, длилась еще около часа, прежде чем затихли последние выстрелы. Нападавшие не пожелали отступить или полегли все до последнего, устлав разорванными клочья телами подступы к лагерю железных воинов. Необычная тьма, сопровождавшая атаку, теперь рассеялась, словно с приходом рассвета, и Хансью увидел, что через трупы крепости пробирается одинокая фигура. Грендаль прицелился, но Ордарик Ваанес положил руку на ствол болтера, заставил его опустить оружие. «Что, черт побери, ты делаешь, Ваанес?» зарычал Грендаль. «Он не из людей у Лувента», ответил тот. «Его тебе убивать не следует». «Много ты знаешь», огрызнулся покрытый шрамами воин и обернулся к Хансью за подтверждением приказа не стрелять. Тот коротко кивнул и повернулся к гостю, который приближался к воротам, не выказывая никакого страха перед наведенными на него орудиями. «Кто он такой?» спросил Хансью. «Узнаешь его?» «Нет, но я знаю, кого он представляет», ответил Ваанес, указав на цитадель, угрожающую нависшую над горизонтом. «Открыть ворота, послушаем, что он скажет». Взбираясь к горной цитадели по череде извилистых лестниц, ступени которых были вырезаны прямо в отвесных склонах горы, Хансью, несмотря на проявленную ранее самоуверенность, испытывал некоторую тревогу. И его обутые в сандалии ноги отыскивали путь по крутым ступеням с такой уверенностью, будто он ходил этим маршрутом уже тысячу лет. Вполне вероятно, так оно и было. Хансью встретил эмиссара у ворот своей импровизированной крепости. Это был простой слуга, безымянный, одетый в мантию песца. Он передал Хансью футляр для свитков из черного дерева и золотой инкрустации формы терний. Свиток, лежавший внутри, оказался всего лишь листом плотной бумаги, а не претензиозным куском человеческой кожи, как предполагал Хансью. Прочитав убористый, похожий на печатный текст, он передал свиток Ваанессу. «Итак», спросил он, когда тот ознакомился с содержанием послания, «Нужно идти», немедленно отозвался Ваанесс, «Когда тебя призывает к себе властитель этого мира, отказ доставив послание, эмиссар повел их через грязные городские улицы, к самому высокому из горных пиков, вверх по крутой лестнице, высеченной в скале. Хансью взял с собой Ваанесса и свежерожденного, а Гренделя оставил в лагере, поручив ему казнить раненых воинов и обезопасить крепость от повторной атаки. Подъем был изматывающе труден, даже для того, чьим мускулам помогал силовой доспех. И много раз Хансью думал, что вот-вот сорвется вниз. Но свежерожденный помогал ему сохранять равновесие. Их путь проходил через предательские, ненадежные подвесные мосты, вдоль узких уступов, внутри змеящихся туннелей, что, подобно лабиринту, провзали горный массив и мимо заграждений из колючей проволоки. Хансью пытался запомнить дорогу, но внутренности цитадели, полной ложных ходов и поворотов, резко меняющих направление под противоестественным углом, вскоре совершенно сбили его с толку. Только в нескольких местах их путь проходил по поверхности, и Хансью увидел, как высоко они забрались. Внизу сверкал, подобно темному алмазу, город, и под небом, нездорово багряного цвета факелы и костры усеяли склон горы, как блески кварца. По всему городу разбили временный лагерь тысячи воинов, и Хансью знал, что может стать их командиром, если предпримет нужные шаги. Любая армия, набранная здесь, будет как лоскутное одеяло. Разные стили боя, разные расы, разные характеры. Но это будет большая армия, и что самое главное, ей хватит сил совершить намеченное. И если книги, которые он забрал из запутанных цепями библиотек Холангола, раскроют свои секреты, у него нежели просто армию, чтобы утопить миры ультрамара в крови. Чем выше они поднимались, тем сильнее Хансью чувствовал, что планировка крепости заслуживает не просто сдержанного восхищения, а настоящего благоговения. Цитадель строил самый умелый и хитроумный из инженеров. Но в отличие от грубой функциональности в творении железных воинов, здесь предпочтение отдавалось коварству и скрытности, воплощенных в самых смертоносных ловушках. Наконец они вышли на закрытую эспланаду, окруженную колоннами, крышей служили листы металла, очевидно снятые с корпуса космического корабля. Многочисленные столкновения деформировали и исцарапали металл. Он почернел и прогнулся там, где когда-то испепеляющий огонь лазерных батарей пробил обшивку. В конце эспланады виднелись исполинские, утыканные шипами ворота. Они были открыты, и сотня воинов силовой броне выстроилась вдоль пути ведущего внутрь. Доспехи воинов отличались друг от друга цветом и типом. Некоторые были настолько древними, что в точности повторяли доспех, который носил сам Хансю. Лишь одно было общим у этих воинов неровный крест, нарисованный красным на левом наплечнике поверх символики их орденов. Вслед за эмиссаром они прошли мимо этого строя, в котором были саламандры, повелители ночи, космические волки, темные ангелы, расчленители, железные руки и представители еще десятка орденов. С мрачным удовольствием Хансю отметил, что среди них не было ни одного из ультрамаринов. Он сомневался, что в гарнизоне крепости был хоть один из лучших сынов Мак-Крага. За воротами крепость превратилась в роскошный вознесшиеся выездания никак не сочетались со строгой сдержанностью внешних фортификаций. Хансю эта обстановка показалась алеповатой и вульгарной. Вся эта показная роскошь была полной противоположностью его вкусам. Этот дворец не мог быть домом военачальника. Это было жилище человека развращенного и самовлюбленного. Но стоило ли этому удивляться? Ведь именно чудовищное самомнение и мания величия когда-то стали причиной падения того, кто возвел эту цитадель. Наконец они подошли к позолоченным дверям, в которые с легкостью мог бы пройти Титан Повелитель Битвы. Створки дверей плавно распахнулись и за ними открылся грандиозный тронный зал, отделанный молочно-белым мрамором и золотом. Из-за дверей доносился шум голосов и лязг доспехов. А когда Хансю и его свита вошли вслед за эмиссаром зал, в дальнем его конце они увидели гигантского линейного титана, замерзшего как некая демоническая декорация позади высокого трона на постаменте. Под сводчатым потолком висело не менее сотни трофейных знамен. В зале было не протолкнуться от собравшихся в нем воинов всех мастей. «Я считал приглашение предназначалось только нам», сказал Хансю. «С чего бы это?» отозвался Ваанес. «Думал ты особенный?» Хансю проигнорировал злорадство Ваанеса и оставил ядовитые слова без ответа. Он действительно думал, что аудиенция назначена ему одному, но теперь ясно видел всю абсурдность такого предположения, ведь это было жатва черепов, и естественно каждый из собравшихся здесь воинов полагал, что победителем станет именно он. Тут и там в толпе виднелись рога, багрового цвета шлемы, блестящие лезвия топоров и мечей, инопланетные существа в сегментных доспехах, а над всем этим буйными красками пестрели штандарты, на многих из которых виднелся тот или иной знаменитый символ темных богов. «Нам тоже нужно было принести знамя», прошептал Хансю, склонившись к Ваанесу. «Можно было и принести, но на него бы это впечатление не произвело». «В этой комнате страх», сказал свежерожденный. «Я чувствую, как он струится в этих стенах, подобно течением варпа». Хансю кивнул, даже он ощущал затаенное, гнетущее беспокойство, пропитавшее весь тронный зал. Сам трон, увитый терниями монолит изоникса, рядом с которым любой человек, даже Астартес, показался бы карликом, пока пустовал. Инстинктивно почуяв опасность, Хансю повернулся, и рука его метнулась к офесу меча. Над ним нависла угрожающая тень. «Ты, Хансю?» прогремел голос, похожий на рог от падающих могильных камней. «Да, я», ответил он, и посмотрел вверх, в горящие, словно угли, глаза воина, облаченного валой доспеха, покрытая глубокими царапинами и опаленная пламенем битвы броня, как будто состояла из переплетения обнаженных мускулов. Кости, спекшиеся в сплошную массу, образовали на плечнике доспеха, на которых был вырезан символ в виде планеты, пожираемой зубастыми челюстями. На нагруднике из сросшихся ребер виднелся красный череп, выжженный поверх восьмиконечной звезды, и Хансю сразу узнал того, кто стоял перед ним. На голове его был шлем, сделанный из черепа орка, при жизни наверняка бывшего немыслимых размеров. Глаза воина, глядевшие из глубины этого черепа, светились сдержанной яростью. По штоку Лувент, я полагаю, сказал Хансю. Я мясник Формунда, я кровавая буря в ночи, что приходит, чтобы забрать черепа святых для хозяина медного трона, провозгласил гигант. До Хансю донесся запах свернувшейся крови, исходившей от его доспеха. Что тебе нужно? Разве ты потерял мало людей при попытке штурмовать мой лагерь? Просто кровавая жертва, отмахнулся Лувент. Объявление вызова. Ты позволил своим людям погибнуть, только чтобы бросить мне вызов? Хансю все не мог поверить. Они ничто, просто пушечное мясо, с помощью которого я выражаю свое недовольство. А вот Васок Дал был одним из лучших воинов моего отряда. И за его смерть ты заплатишь собственной жизнью. Многие пытались меня убить, ответил Хансю, выпрямляясь во весь рост перед чемпионом Кровавого Бога. Но ни у кого пока не получилось, а они были посильнее, чем ты. У Лувент негромко рассмеялся. Смех, в котором не было и следа веселья, прозвучал так, как будто доносился из пещеры на краю мира. Протянул руку и легко постучал Хансю по лбу. Когда начнется жатва, ты и я встретимся на поле боя, дворняжка, и я украшу мой доспех твоим черепом. Не дожидаясь ответа, У Лувент развернулся и зашагал прочь. Только усилием воли Хансю сдержал охватившую его ярость и не выстрелил тому в спину. Варп замерзнет, прежде чем это случится, прошипел он. И в этот момент взревел боевой горн Титана. Резкий, диссонирующий звук, в котором в разрядах статике смешался пульсирующий сигнал фанфары и воинственное рычание. Эхом прокатился по залу, резонансом отозвался в колоннах и проник до самых костей каждого из воинов. Хансю моргнул, увидев, что трон у ног линейного Титана уже не пустует. Сидел ли там кто-нибудь мгновением раньше? Он мог поклясто, что на троне Изоникса только что никого не было, но теперь на нем восседал, наподобие древнего короля Колос в валах с золотом доспехах. Нимб из клинков обрамлял пепельно-бледное бескровное лицо. Правая рука оканчивалась чудовищного размера когтями, лезвия которых были выпущены и мерцали, оживленные темной энергией. В другой руке величественного короля был огромный топор. Безжалостным взглядом он окинул собравшихся воинов, и невозможно было утаить хоть что-нибудь от этого в плечах гиганта, обвившись вокруг вентиляционных отверстий воранцев, сидело непрестанно чирикующее, покрытое слизью существо, похожее на рептилию. Горн титана внезапно смолк, и все глаза устремились на короля воина на ониксовом троне. Каждый избранный в зале преклонил колено в почтении перед столь могущественным правителем. Гурон черное сердце, тиран Бадаба. Наконец тиран заговорил, и голос его был ракочущим и властным. Это был голос, привыкший повелевать, голос, убедивший три ордена адепту со стартес встать на его сторону и пойти против своих братьев. Голос воина, потерявшего больше половины тела, и не только выжившего, но и вставшего после этого еще сильнее и смертоноснее. Нехотя Хансю признал, что Гурон производит впечатление. «Я вижу голод на многих лицах», сказал тиран. «Я вижу командиров и корсаров, наемников и изгнанников, ренегатов и предателей. Меня не интересует, кем вы были до того, как пришли сюда. В жатве черепов важно лишь, кто окажется сильнее». Гурон Черное Сердце встал с трона и спустился к тем, кто собрался перед ним. Омерзительное существо на его плече шипело и плевалось. Пигментация его пестрой шкуры непрестанно менялась. В одно мгновение то в чешую. Черные глаза существа, лишенные всякого выражения, походили на драгоценные камни, но Хан-Сю чувствовал, что за ними скрывается быстрый и злой ум. Следом за тираном шел воин в доспехе астральных когтей, бывшего ордена Гурона, светившийся изнутри темной силой, как будто то, что скрывалось под керамитовой броней, уже не было только человеком. Рядом с воином шла высокая женщина поразительной внешности. Ее черты были неестественно тонкими, как будто она до предела истощена. Гладко зачесанные темные волосы каскадом не спадали до лодыжек. В глазах танцевали золотистые искорки, а изумрудного цвета мантия была так велика для ее хрупкого тела, что казалось снято из чужого, более крепкого плеча. В руке ее был тяжелый посох из черного дерева с навершием в виде рогатого черепа. Из первого взгляда Хансю признал в ней колдунью. Глядя, как Гурон Черное Сердце идет сквозь толпу воинов, Хансю заметил, что размеры его трона не были простой данью тщеславию. Рядом с тираном даже самые могучие из претендентов на победу выглядели ниже ростом. Неудивительно, что пиратские флотилии, орудовавшие вдоль торговых путей вокруг Нового Бадаба, наводили такой ужас на капитанов имперских судов. Разбойники Черного Сердца нападали на миры трупа императора, а затем возвращались на принадлежавшие тирану базу, рассеянные вокруг мальстрима, принося ему награбленную добычу, рабов, оружие и, что самое главное, корабли. Тиран шел через тронный зал в сопровождении своих телохранителей и каждый на его пути заискивающе кланялся. Хансю презрительно скривился. Они почитают его, как будто он бог. «Для нового Бадаба он и есть бог», ответил Ваанес. «В его власти решать, кто из оказавшихся здесь будет жить или умрет. Я не в его власти. И ты тоже», заверил Ваанес. «Тогда я лучше буду держать свое мнение при себе». Ваанес хмыкнул. «Само собой, но значения это не имеет. Говорят, что это тварь на его плече. Хамадрия может заглянуть в самое сердце человека, а потом нашептывает самые темные секреты на ухо тирану. Десятки лет ассасины императора пытаются убить черное сердце, но никто не смог и близко к нему подобраться. Хамадрия издалека чувствует их мысли». Кивнув в ответ на слова Ваанеса, Хансю продолжал наблюдать за раболепными изъявлениями верности и почета, на которые не скупились самые разные командиры и капитаны корсаров. На другой стороне зала он увидел Паштока Улувента, тот тоже был выше такого подхалимства, вызывая в Хансю еще большее к нему уважение. Но затем взгляд тирана остановился на нем самом, и он почувствовал, как кровь отливает от лица, а позвоночник холодной волной окутывает страх. Такие ощущения были Хансю вновь, и они ему совсем не понравились. Тонкие губы тирана растянулись в улыбке, обнажая заточенные до бритвенной остроты клыки, и Хансю обнаружил, что совершенно беззащитен перед этим пронзительным взглядом. Тиран направился к нему, заставив воинов раступиться. Когти его огромной перчатки потрескивали, полные пагубные силы, а Хамадрия шипела в звериной ярости. Внушительное телосложение Гурона было усилено кибернетической аугментацией и благословением темных богов, так что теперь он был настоящим Голова Хансю доставала только до середины нагрудника тирана, и несмотря на уязвленную гордость, ему приходилось смотреть на повелителя нового Бадаба снизу вверх. Ощущение было такое, как будто он был беспомощной добычей какого-то чудовищного хищника или редким насекомым, которого коллекционер собирается насадить на булавку. Взгляд тирана сверлил его, пока Хансю не показалось, что он больше не выдержит. Затем Грон обратил свой взор в сторону свежерожденного и ордарика Ваонеса. К нему прикоснулась первозданная сила варпа, сказал тиран, кончиками ногтей заставив свежерожденного приподнять голову. Он силен и непредсказуем, но и очень опасен, а ты... Последняя фраза относилась к Ваонесу. Забыв о свежерожденном, тиран лезвием топора развернул его к себе и кивнул, увидев на его наплечнике крест красных корсаров. Я знаю тебя, сказал тиран, Ваонес, бывший десантник гвардии ворона, теперь ты дерешься за кого-то другого. Именно так, милор, ответил Ваонес, склонившись перед своим бывшим хозяином. За этого полукровку, последний, кто меня так назвал, лишился жизни, огрызнулся кончур. Казалось, тиран даже не пошевелился, но его когти молниеносно рванулись вперед, и пробив на грудник доспеха, подняли Хансю в воздух. Он чувствовал, как темный, холодный металл погружается в его грудь, но тиран точно соизмерял силу своего удара. А последний, кто выказал мне неуважение в моем собственном тронном зале, теперь мучается в руках моих самых умелых демонических палачей. Каждый день они раздирают его душу на части, потом возвращают ее грязные куски из варпа, и все начинается заново. Для него эта агония длится уже 80 лет, и я пока не собираюсь ее прекращать. Хочешь, чтобы тебя постигла такая же участь? Жизнь Хансю висела на волоске, но он все равно сумел наполнить свой голос неповиновением. Нет, милор, не хочу, но я больше не полукровка, я один из кузнецов войны железных воинов. Я знаю, кто ты, ответил тиран, и мартериум полнится слухами о резне и разрушениях, которые ты учинил. Я знаю, зачем ты здесь, я видел путь, уготованный тебе судьбой. Ты принесешь опустошение в мир почитателей трупа императора, но те, кому ты навредишь, будут готовы низвергнуть сами небеса, чтобы убить тебя. Несмотря на все твое высокомерие и ожесточение, в тебе есть что-то, чего нет в других. И что же это, фыркнул Хансю? Тобой движет великая мечта о мести, и мою руку удерживает только мысль о том, что у тебя есть шанс на успех. Обернувшись к Ваонесу, Гурон сказал, на твоей броне мой знак, Ордарик Ваонес, но я чувствую, что ты служишь силе более могущественной, чем этот полукровка. Помни лишь, что темный принц ревностный господин и не потерпит, чтобы ему изменяли. Когти черного сердца втянулись обратно в перчатку, и Хансю рухнул, едва дыша, на пол тронного зала. При косновении тирана пронзило его холодом, и отчаянно стараясь отдышаться, он чувствовал, что близкая смерть коснулась его сердце ледяным саваном. Он посмотрел вверх, но тиран уже двинулся дальше. Поднявшись на ноги, Хансю увидел, что колдунья тирана разглядывает свежерожденного с неприкрытым любопытством, и глаза ее пытливо всматриваются в кошмарное сплетение швов, скреплявших его оболочку из мертвой плоти. Черное сердце тем временем вновь зашел на трон, и, воздев над головой топор и когтистую лапу, обратился к собравшимся избранным. Каждый, кто решится выставить свою голову на жатву черепов, должен в день, когда откроется великое око, предъявить свой клинок на арене шипов, и прольется кровь, и умрут слабые, а победитель будет щедро вознагражден моим покровительством. Голос тирана зазвучал тише, но сила его все равно была физически ощутима, и Хан-сю показалось, что следующие слова были обращены только к нему. «Но знайте, боги смотрят на нас, и будут вечно терзать души тех, кто окажется недостоин». В последующие дни воины Хан-сю исследовали город, раскинувшийся на склонах горы Цитадели, и собирали всю возможную информацию, чтобы подготовиться к грядущей схватке. Они определяли, кому принадлежит тот или иной отряд, наблюдали за его бойцами, что было нетрудно сделать, так как каждый командир стремился похвалиться мастерством своих чемпионов. Ордарик Ваанес наблюдал за чувственным и смертоносным танцем мечников ноты Этасай. В его группу воинов-священников входили те, кому был знаком любой порог, те, кто изведал все ощущения, даруемые клинком, и потом каждое убийство они совершали с непередаваемым изяществом и наслаждением. Нота Этасай, прекрасный андрогин неопределенного пола, пригласил Ваанеса сразиться с ним, и, отведав его крови, немедленно предложил ему место в отряде. В каждом бою с ними Ваанес чувствовал отголоски губительного возбуждения, которым грациозный танец клинков отзывался в воинах-священниках. Он отклонил приглашение Этасай, искренне сожалея, что не может согласиться пройти ритуал инициации. На Кадараса Гренделе утонченное мастерство мечников Этасай впечатление не произвело, и оставив Ваанеса и свежерожденного развлекаться на свой лад, он целые дни проводил, наблюдая за кровавыми играми воинов Ул-Увента, в которых те рубили на куски араву обнаженных рабов. Вооружением их жертвам служили только ножи и животный страх, и такая варварская бойня была Гренделю гораздо больше по вкусу. Вскоре и его собственное оружие обогрилось кровью на арене Ул-Увента. А еще через час его кровожадность заработала ему аудиенцию с командиром, который самолично пришел на арену. Ватиир Тарк смог поднять на склоны горы некоторые из своих боевых машин, и теперь подрев яростных двигателей, вывших словно души узников, гусеницы их давили пленникам, а когтистые руки клешни разрывали тела на части. Корсары Каарьи Саламбара устроили блистательную демонстрацию меткости и искусство фехтования. Но после утонченного мастерства последователей ноты Этасай, на Ваанеса это впечатление не произвело. Сам Хансю редко покидал стены лагеря и большую часть дня проводил за изучением древних фолиантов, привезенных из Халангола. Он по-прежнему не объяснял, что он ищет на их проклятых страницах. Но с каждым днем его навязчивое желание раскрыть секреты этих безумных сочинений только росло. Свежерожденный держался рядом с Ваанесом и хладнокровно наблюдал за убийствами и демонстрацией воинских умений. В силе и мастерстве он превосходил большинство из собравшихся здесь воинов. Но только в последнее время боль и смерть стали доставлять ему удовольствие. В его душе шла битва, в которой идеи его создателя боролись неосознанными инстинктами и генетической памятью, унаследованной от Уриэля Ветриса. Из всех отрядов, прибывших на жатву черепов, наибольшее впечатление на свежерожденного произвели Лаксатли, наемники Ксеносы, устроившие себе логово в норах на склоне горы. На островке ровной земли перед этими пещерами Лаксатли устроили тренировочный бой, за которым и наблюдали Ваанес со свежерожденным. Отряд выводок возглавлял вожак клана, называвший себя Ксаниант. Было ли это его настоящее имя, или так его переделали человеческие языки, оставалось неизвестным. Но свежерожденный был поражен инопланетными наемниками, тем, как плавно двигались их гибкие тела, их исключительная преданность друг к другу. Что-то в этой родственной привязанности было до боли знакомым, и свежерожденный задумался о том, откуда взялось это охватившее его чувство общности. Было ли это чувство ответом на какое-то воспоминание, таящееся в глубине его измененного мозга, или это говорила душа, часть которой украла и вложила в него демон Кулаба. Их всех связывают кровные узы, заметил свежерожденный, наблюдая за молниеносными движениями локсатлей, которые, как пляшущие огоньки светлячков, демонстрировали чудеса скорости и проворства. Разве это не мешает им в битве? Каким образом? Спросил Ванес. Разве не чувствуешь горя или страха, когда гибнет твой родственник? Не думаю, что локсатли мыслят именно так, ответил Ванес. Скажу очевидную вещь, но ведь они не люди. Хотя что-то в этом есть. Помню, я когда-то читал про древние войны, в которых короли создавали целые полки, набранные из одного города. Считалось, что такое средство сделает их более преданными друг другу и укрепит их дух. И что, укрепляло? Да, но только пока не пролилась первая кровь. Как только появлялись первые павшие в бою, один вид друзей и возлюбленных, гибнущих под обстрелом или под ударами мечей и топоров, сразу же уничтожал в них желание сражаться. Тогда почему так принято у Лаксатли, настаивал свежерожденный, если такие объединения настолько ненадежны, зачем вообще создавать их? Ведь гораздо лучше сражаться одному или рядом с теми, чья судьба тебя не волнует. И да, и нет, сказал Вайонес, вновь входя в роль ментора и наставника. Многие боевые подразделения сохраняют целостность как раз благодаря тем, кто сражается рядом с тобой, благодаря тому, что ты не хочешь подвести своих боевых братьев. Дух товарищества сплачивает, но этот дух еще надо закалить, чтобы он не сломался при первой же смерти в бою. Так делают адепту со Стартес. Не все из них, с горечью ответил Вайонес. Ультрамарины? Да, ультрамарины. Вайонес вздохнул. Это в тебе от Вентриса? Думаю, да, произнес свежерожденный. Я хочу считать братьями тех, рядом с кем сражаюсь, но братства не чувствую. Вайонес рассмеялся. В отряде Хансю ты точно этого не почувствуешь. Говорят, еще до восстания Хоруса у Железных воинов были проблемы с дружбой. Это слабость? Пока не знаю, время покажет, надо полагать. Некоторые банды дерутся ради денег, другие ради мести, славы или просто ради самой битвы. Но итог всегда один. И какой же? Смерть! Раздался голос позади них. Обернувшись, свежерожденный Иванес увидели перед собой чахлую колдунью Гурона черное сердце. Изможденное лицо ее в дневном свете еще сильнее напоминало череп, под лучами солнца кожа казалась нездорово прозрачной, а золотые глаза блестели. Ткань ее мантии переливалась на свету, а черные волосы извивались, подобно змея, при каждом повороте головы. Да, сказал Вайанес, смерть. Колдунья улыбнулась, обнажив желтые пеньки зубов, и Вайанес поморщился от отвращения. Женщина казалась молодой, но ценой за ее сверхъестественные силы стала гниль, разъедавшая ее изнутри. Потерянное дитя и слепой воин, наблюдающий, как я вижу, за выступлениями ксеносов, чье мышление в корне враждебно-человеческому, очень вам подходит. С приближением колдуньи по коже Вайанеса побежали мурашки. В бурлящем котле мальстрима чудовищная сила имматериума ощущалась всегда, беспокойным призраком таясь на грани восприятия. Но колдунья своим присутствием притягивала обитателей варпа, как падаль притягивает стервятников. Вайанес чувствовал, как астральные когти этих сущностей скребутся, силясь проникнуть в его разум. Посмотрев на свежерожденного, он увидел, что тот морщится и вздрагивает, как будто вокруг его лица вьется рой невидимых насекомых, на которых он пытается не обращать внимания. «Что тебе нужно?» спросил Вайанес, схватив свежерожденного за руку и оттаскивая его подальше от омерзительной женщины. «Я ненавижу тебе подобных и не собираюсь выслушивать твои речи». «Не торопись так сразу отвергать то, что я могу тебе предложить, воин Коракса», прошипела колдунья и, вытянув руку, прикоснулась к груди свежерожденного. «Никогда больше не упоминай этого имени», зарычал Вайанес. «Теперь для меня оно ничего не значит». «Сейчас не значит, но придет день, когда все изменится», пообещала колдунья. «Ты видишь будущее?» спросил свежерожденный. «Ты знаешь, что должно случиться?» «Ты видишь все?» «Нет, не все», призналась колдунья. «Но те, кто своей жизнью меняет течение варпа, подобны ярким огням ночи, огонь этот освещает часть их пути, и имеющие дар видения могут его разглядеть». «Ты видишь мой путь?» жадно спросил свежерожденный. Смех колдуньи, резкий и отрывистый, заставил Лаксатри остановить показной бой и заверещать от ярости. На их блестящих шкурах выступил мерцающий узор, и в одно мгновение они рассеялись по склону, скользнув в укрытие своих скальных нор. «Судьба потерянного дитя пронзает будущее, подобно огненному копью», сказала колдунья. «Его жизнь вплетена в историю, в которой погибнет великий герой, угаснет звезда и пробудится зло, которое уже давно считают сгинувшим». «Ты говоришь бессмысленными загадками», отрезал Ванес, стараясь оттащить свежерожденного подальше. «Подожди», воскликнул тот, «я хочу узнать больше». «Нет, не хочешь, уж поверь мне», угрожающе сказал Ванес, видя, что к ним направляется Грендаль, заляпанных кровью доспехах. «Ничего хорошего она тебе не скажет». «Потерянное дитя хочет услышать мои слова», проскрежетала колдунья и преградила им путь увенчанным черепом-посохом. Ванес активировал когти молниевой перчатки и пронзил грудь колдуньи лезвиями длиной фут, разорвав ее сердце и легкие. Она умерла беззвучно и дыхание покинуло ее губы легким переливчатым облаком, а золотые глаза погасли. Ванес втянул в себя ее последний вдох, с наслаждением вкушая, наполнявшие его страх, ужас и боль. Вкус ее души отозвался по всему телу восхитительной дрожью, и радость убийства вытеснила из его разума все мысли о возможных последствиях. Ванес опустил руку, и чаклое тело соскользнуло с его ногтей на землю. Сам же он, увлекаясь за собой свежерожденного, направился навстречу Грендалю. «Что это было?» поинтересовался Грендаль, окидывая взглядом съежившийся труп колдуньи. Чем бы ни была та сила, что давала жизнь ее измученному телу, теперь она ушла, оставив только и сушеную оболочку из дряхлой плоти и хрупких костей. «Ничего особенного», ответил Ванес и глубоко вздохнул. «Забудь». «Ладно», согласился Грендаль и указал на небо. «Хансю хочет, чтобы вы вернулись в лагерь. Жатва вот-вот начнется». Ванес посмотрел вверх и увидел в небе вихрь всех цветов радуги, который закручивался вокруг пятна ядовито-янтарного цвета, похожего на злокачественную опухоль в центре водоворота инфекции. «Великое око, оно открывается», прошептал он. Но Грендаль уже зашагал прочь в противоположном направлении. «Ну что, ты идешь обратно?» Грендаль кивнул, кровожадно ухмыляясь. «За меня не беспокойся, увидимся на арене». Воанесу это не понравилось, но он не придал словам Грендаля внимания, вместо этого задумавшись, чья кровь запятнала на грудник его доспеха. Железный воин взглянул на сморщенные останки колдуньи, лежавшие на земле. «Она что, пыталась вам погадать?» спросил Грендаль, становясь на колени рядом с трупом, скрытым свободными складками мантии. «Что-то вроде того», признал Воанес. «И ты из-за этого ее убил?» «Да». Жаль, что такого поворота она как раз и не предвидела. Как и все подобные мероприятия, жатва черепов началась с жертвоприношения. У ног рычащего, линейного титана, колоссального и величественного, тиран Бадаба вырвал сердце пленника, воина из ордена ревущих грифонов, и бросил его на песок арены, где оно еще некоторое время билось, истекая алой артериальной кровью. В течение всего первого дня чемпионы из различных орденов представляли себя тирану, восседавшему на высоком троне из бронзы и янтаря, после чего распределяли вызовы на бой. В первую очередь решалась кровная вражда, и несколько чемпионов выкрикнули именно тех, кому они хотели отомстить за поругание своей чести. Хансю ожидал, что среди их числа окажется и пашток Улувент, но гигант в красных доспехах пока не появился. Я думал, Улувент придет, заметил Ваанес, словно читая его мысли. Обычно чемпионы кровавого бога появляются первыми и начинают бойню. Нет, для этого Улувент слишком умен, ответил Хансю. О чем ты? Я думаю, он будет выжидать, пока жатва не наберет обороты и только потом попытается меня убить. Тогда его победа будет еще значительнее, ведь к тому времени мы уже соберем несколько отрядов, убив наших соперников. Так он совершит свою кровную месть и получит всех моих воинов. Тогда он хитрее, чем большинство чемпионов кровавого бога. Возможно, согласился Хансю, улыбаясь. Посмотрим, насколько сработает его план. А что насчет Гренделя? Где он? Я не видел его со вчерашнего дня, хотя он обещал прийти. Другие чемпионы скоро заметят, что один из твоего отделения не явился к началу этих игр со смертью. Забудь о Гренделе, отмахнулся Хансю, он нам не нужен. Вижу его, подал голос свежерожденный, кивком указав на другую сторону арены. Вон там. Хансю посмотрел в указанном направлении и увидел, как ряды собравшихся чемпионов расступаются, и пошток Ул-Увент занимает место у края арены. Воин в красных доспехах и шлеме из черепа орка поднял над головой обогренный кровью топор, и тысячи глоток отозвались пронзительным ревом, приветствуя его знамя с руной Хорна. Рядом с Ул-Увентом стоял Кадарас Грендель, его цепной меч был вынут из ножен, а на доспехе блестели свежие кровавые пятна. Пожав плечами, железный воин поднес лезвие к губам и лизнул еще несвернувшуюся кровь. «Грендель нас предал?» промолвил Ваанес голосом, охрипшим от гнева. «Это был только вопрос времени», отозвался Хансю. «Честно говоря, я думал, это случится раньше». «Я его убью», зарычал Ваанес. «Нет, мы с Гренделем сведем счеты, но не здесь и не сейчас, ясно?» Ваанес не ответил, и Хансю, видя гнев в глазах воина, мог только надеяться, что бывший десантник гвардии ворона сумеет сдержаться и не прикончит Гренделя немедленно. «Хансю, я тебя не понимаю», наконец, сказал Ваанес после паузы. «Немногие понимают», ответил тот, «и меня это вполне устраивает». Первое убийство в тот день совершил воин в бронзовом доспехе, украшенном руной кровавого бога. Он выпустил кишки чемпиона в шипастой броне, который, как заметил Хансю, с первой же минуты дуэли оказался слабее противника и не имел никаких шансов на победу. Голову погибшего ратника насадили на одну из пик черного железа у подножия трона. Отряд побежденного противника теперь принадлежал убийце, и залогом их верности были сила и мастерство победителя. Такая верность не отличалась с постоянством, но немногие собравшихся здесь придавали хоть какое-нибудь значение тому, на чьей стороне сражаются. Главным для них было то, что ими командует самый сильный и могущественный чемпион жатва черепов. Мечник Ранебры Кора убил избранного дружины Еруэля Мракса, предводителя клана со звезд Кофакса. Обычаи клана запрещали Мраксу сражаться под командованием Чужака, и он отсек себе голову когтями собственной энергетической перчатки. За Ватиира Тарка сражалась громадная боевая машина, когда-то бывшая Дридноутом, но теперь темные механикумы Тарка изменили ее, превратив во вместилище непрестанно вопящей сущности из варпа. Чудовище разорвало на части отряды трех чемпионов, и только один из Берсерков Ул-Увента смог остановить подорвав ее саркофаг мелто-бомбой и лишившись при этом руки. Демона своем вышвырнула обратно в варп, но взрыв уничтожил и всю нижнюю часть тела Берсеркера. Даже лишившись ног, он смог подползти к трону Гурона Черное Сердце и возложить к его подножию черепную коробку машины. Первый день состязаний свежерожденный выиграл две дуэли. Первый он проломил череп-пистольеру из числа корсаров Каарьи Саламбара, прежде чем тот успел выстрелить, а во второй схватке одолел избранного племени Лаксатли из вывод Коксонианта. Последняя битва длилась почти час, и даже истощив весь свой игольчатый боеприпас, Лаксатль не смог убить противника. В мальстриме, насыщенном энергией варпа, способности к регенерации в дьявольском порождении Халангола возросли, и каждая рана свежерожденного хоть и причиняла ему мучительную боль, но заживала всего через несколько мгновений. Оставшись без сил и оружия, Лаксатль был вынужден броситься на свежерожденного и попытаться пробить его броню источающими яд когтями. Но даже его проворство не могло соперничать с выносливостью противника. И вот, наконец, шипящий, задыхающийся ксенос был повержен и свежерожденный свернул обессиленному врагу шею, а затем оторвал голову. По мере того, как продолжались бои и убийства, отряды, лишившиеся своих чемпионов, начали объединяться во все более крупные группировки под знаменами наиболее сильных командиров. Кадарас Грендаль сражался, как всегда, с жестокой, не знающей пощады ярости и выиграл несколько дуэлей для улувенков. Хансю видел, что Ваанесу все труднее и труднее сдерживать злость в ответ на такое вероломство. Чтобы несколько разрядить обстановку, Хансю отправил бывшего ворона на арену вместо свежерожденного, дав тому время залечить раны, и Ваанес с радостью прикончил одного за другим избранных трех отрядов, тем самым еще пополнив растущую армию Хансю. Сам Хансю выходил на арену дважды, один раз, чтобы убить предводителя пиратов, вооруженного двумя кривыми саблями, острыми, как бритвы. Во второй дуэли его противником был воин из расы Крутов. Его оружием был боевой посох с двумя лезвиями, с которым он управлялся со сверхъестественной скоростью и четкостью. Четвертый день бойни завершился поединком свежерожденного и гигантского Огра, которого свежерожденный задушил его собственным энергетическим кнутом и тем самым пополнил армию Хансю сотни этих звероподобных чудовищ. В итоге остались армии только трех чемпионов. Кровожадные собиратели черепов Паштока Улувента, танцоры мечники Ноты Этасай и железные воины Хансю. С учетом побед, которые одержали его чемпионы и он сам, войско Хансю стремительно увеличилось в размерах и теперь состояло приблизительно из 5000 солдат. Под его командованием оказалось множество бронетехники, самые разнообразные ксеносы и банды пиратов. В общей сложности под его знамена перешло 17 отрядов, по всем оценкам внушительная сила, способная нанести серьезный урон его врагам. Пашток Улувент собрал армию примерно в 6000 воинов, а утонченное и смертоносное мастерство Ноте-этосай заработало ему 5000. Каждое из этих войск было достаточно сильным, чтобы отвоевать себе изрядный кусок территории Империума и учинить на нем резню, какой еще не знала история. Но жатва черепов еще не закончилась. Правила, установленные ветеранам гласили, что в конце в ней должен остаться только один чемпион. С наступлением темноты три противника вышли на арену, облачившись в доспехи и выбрав оружие сообразно своим вкусом. Искусственная рука Хан-Сю блестела в свете факелов, зажженных по периметру арены. А позади них толпы воинов ревели, криками выражая поддержку своим командирам. Все трое прошли в центр арены и встали друг против друга. Хан-Сю воспользовался возможностью изучить противников, понимая, что останется в живых, только если будет знать их лучше, чем они знают сами себя. Но Таэтосай был облачен в облегающий костюм из мягкой черной кожи, поверх которого были пристегнуты элементы гибкого доспеха, прикрывавшие наиболее уязвимые места. Андрогин грациозно скользнул на арену и прежде чем началась битва порадовал зрителей акробатическим ритуалом, в котором прыжки и перевороты сопровождались вращением двух мечей, темных, как бархатная ночь. Лицо его было скрыто кожаной маской с металлическими заклепками и застежками молниями, похожими на шрамы, а на месте глаз были сферы из дымчатого стекла, светившиеся иронией и весельем, как будто их владелец пришел навстречу друзей, а не на смертельный поединок. Пашток Улувент воткнул свой меч, пропитавшийся кровью песок арены и взревел, сотрясая небеса кличем, полным первобытной, невыразимой словами ярости. С его доспехов капала жертвенная кровь, и похожая на обнаженную мускулатуру броня, казалось, вздымалась и пульсировала в такт биению его сердца. Глаза его, подобные озерам крови, тускло светились. Он поднял кинжал, приставил зазубренное лезвие к шее и нанес себе глубокую рану. Как только из пореза потекла кровь, чемпион воинственного бога отбросил кинжал в сторону. Хансю прищурился. Уже сдаешься, Улувен? Если я не успею убить тебя, прежде чем истеку кровью, то недостоин победы, и смерть моя жди, что я совершу что-то подобное, предупредил Хансю. Я и не жду. Ты дворняжка, выродок, порожденный смешением генов в тяжелые времена. Ты существо бесчестий, которому лучше было бы никогда не появляться на свет. Хансю сдержал злость, но Улувен на этом не остановился. Один из твоих чемпионов уже поклялся мне в верности, но если ты подчинишься мне, предупредил Хансю противника. Нота эта сай рассмеялась. Это был высокий мелодичный смех, полный искреннего веселья. А я, напротив, прекрасно умею подчиняться, хотя во всех сношениях предпочитаю быть сверху. Вы мне оба отвратительны, прорычал Улувен. Сражаться с вами оскорбление моей чести. Взревел боевой горн Титана, и подбадривающие крики зрителей немедленно смолкли. Тиран Бадаба поднялся с трона, чтобы обратиться к стоящим на арене чемпионам. Хамадрия обвелась вокруг его бедра, как какая-то мерзкая пиявка. «Жатва черепов закончится этой ночью», объявил Гурон Черное Сердце, и голос его разнесся над всей ареной до самых склонов гор. Только один чемпион будет признан победителем, а его противники будут повергнуты на песок этой арены. «Сражайтесь достойно, и вам выпадет честь принести страх и смерть тем, кто предал ваше доверие». Тиран Бадаба встретился взглядом с каждым из трех чемпионов, затем поднял руку, увенчанную когтистой перчаткой. «А теперь сражайтесь!» Хансю отпрыгнул назад, увернувшись от топора у Лувента, одним ударом намеревавшегося отрубить ему голову. Затем отклонился в сторону, уходя от черного меча Этасай, быстрым выпадом доставшего его на плечник. Темное лезвие топора Хансю описало широкую дугу, заставляя противников отступить, и бой постепенно начал перемещаться от центра арены. Этасай легко ушел от атаки, мечи его непрестанно вращались, а кожаная маска скрывала все эмоции. Улу Венджи покрепче перехватил меч, настороженно следя за всеми движениями противников. Хансю знал, что из двоих его врагов Улу Венд сильнее, но Этасай двигался с незнающей пощады скорости, и к тому же неизвестно было, что за сила таится в его черных клинках. Топор Хансю алкал крови, его ненасытная жажда причинять боль дрожью отзывалась в древке оружия и в руках его владельца, по крайней мере в одной из них. Энергия, заключенная в серебряном протезе, который он забрал у сержантов ультрамаринов, была абсолютно чужда существу, заточенному в топоре. На этом этапе поединка соперники обычно оценивали друг друга, пытаясь выявить признаки слабости или страха, которые можно будет обратить в свою пользу. Хансю понимал, что ни слабости, ни страха в своих нынешних врагах не найдет. Их закалили годы войны и вера своих богов. Улу Венд всеми фибрами души будет стремиться убить во имя кровавого бога. Этасай постарается извлечь из этой дуэли все возможные ощущения. Победа для него будет на втором месте. Главное же испытать запредельное неистовство, боль и удовольствие. Хансю не интересовали ни радость битвы, ни почет, уготованный тому, кто убьет своего противника. Все это предприятие было всего лишь средством для достижения его цели. Для него не имели значения ни пиратские планы тирана, ни возможность заслужить милость древних богов Варпа. Этасай первым пошел в атаку, одним прыжком приблизившись к Улувенту. И его темные мечи затянули песню, предназначенную для чемпионов красных Улувент стремительным движением парировал атаку и резко развернулся, нацеливая рубящий удар в спину Этасай. Но избранный темного принца не стоял на месте и, взметнувшись вверх, сделал сальто назад, перелетев через клинок. Замахнувшись топором, Хансю бросился на Этасай. Но воин нырнул под удар и, опираясь рукой о землю, выбросил тело вперед, сбивая врага с ног. Увидев, что Хансю упал, Улувент рванулся вперед, занося над ним окровавленный меч, но железный воин откатился в сторону и острие клинка воткнулось в песок. Сапог Этасай с грохотом врезался в шлем Улувента и разъяренный чемпион кровавого бога отшатнулся назад, не успев высвободить меч. Хансю скачал на ноги и немедленно был вынужден перейти в оборону. Этасай резко развернулся, забыв про Улувента и обрушил на него череду молниеносных ударов меча. Избранный темного принца двигался невероятно быстро и все силы Хансю уходили лишь на то, чтобы не дать разрезать себя на лоскуты. Доспех его уже покрылся бесчисленными вмятинами и царапинами и он понял, что Этасай просто играет с ним, стараясь продлить поединок и в полной мере насладиться ощущением собственного превосходства. Хансю почувствовал, что его охватывает злость и раздражение, но сдержался, зная, что Этасай не оставит безнаказанной даже малейшую ошибку. Вместо этого он сконцентрировался на том, как обратить надменность противника против него самого. Этасай верил, что он сильнее и в этом-то и будет его самое уязвимое место. Краем глаза Хансю заметил, что Ул-Увент кружит вокруг них, выжидая, когда появится шанс забрать свой меч, при этом проявляя выдержку, несвойственную воинам кровавого бога. Хансю старался держаться поближе к брошенному оружию и не дать Ул-Увенту сократить дистанцию. С одним противником он еще справится, но с двумя вряд ли. В конце концов, Этасай, которому надоело драться, только с Хансю предложил. «Пусть он заберет свой меч, без его припадков бешенства становится скучно». Вместо ответа Хансю повернулся к клинку, погруженному в песок, и расколол его своим демоническим топором. Меч Ул-Увента разлетелся на тысячи осколков, и даже маска не смогла скрыть капризного недовольства, охватившего при этом Этасай. Андрогин бросился вперед, но Хансю ждал этой атаки и был к ней готов. Со всей силы он ударил противника в грудь древком топора, и чемпионы сдав, придушенный вскрик, бездыханным рухнул на землю. Сзади послышалось движение, то Ул-Увент сделал свой ход. Он наступил всем весом на грудь Этасай, послышался хруст костей. Затем Ул-Увент бросился на Хансю, врезавшись в него с разбегу, и они оба тяжело повалились на землю. Хансю упустил топор из рук, а ватные перчатки Ул-Увента уже сомкнулись вокруг его горла. Оба воина катались по пропитанному кровью песку, осыпая друг друга ударами крепких, как сталь кулаков. Пришло время умирать, презрительно бросил Ул-Увент Хансю в лицо. Железный воин изо всех сил гиганта не ослабевало. Хансю ударил еще раз и еще, пока наконец не почувствовал, что удушающее кольцо вокруг горла разжимается. Ему удалось высвободить одну руку, и ребром ладони он ударил по череполикому шлему Ул-Увента. Орочая кость раскололась, под ней обнажилась открытая рана на шее, и кровь брызнула на шлем Хансю. Он ударил по ране кулаком, затем запустил и раскрыть порез. Противник взревел от боли и скатился с Хансю, затем неуверенно поднялся на ноги и шатаясь побрел в сторону своего отряда за новым оружием, ладонью зажимая раненую шею. Поднявшись, Хансю обнаружил, что тоже не твердо держится на ногах. Устремляясь вслед за Ул-Увентом, он подобрал свой топор, лежавший неподалеку от стонущего Эта Саи. На избранника темного принца внимания можно было не обращать. Он был повержен и, вероятнее всего, уже наслаждался экстазом агонии, обжигающим все нервные окончания. С новыми силами Хансю шел за Ул-Увентом. Воин сорвал с головы разбитый шлем, под которым обнаружилось покрытое шрамами и обожженное лицо. Из широкой раны на шее толчками текла крот. Но боль, казалось, только придавала Ул-Увенту решимости. И он рявкнул, требуя новый клинок. Несмотря на опасную рану, Ул-Увент все еще был серьезным противником. И получив он новое оружие на смену потерянному, Хансю придется туго. Кадарас Грендаль протянул Ул-Увенту меч с широким клинком и Хансю задержал дыхание. По шток Ул-Увент протянул руку, чтобы взять оружие. Но в самый последний момент Грендаль перехватил меч и вогнал лезвие в грудь чемпиону. Острие клинка пробило броню на спине Ул-Увента. И Грендаль еще и провернул лезвие, заставляя могучего воина пошатнуться. Ул-Увент зарычал от боли, бросился в сторону от Грендаля, вырывая меч у того из рук, а затем рухнул на колени. Хансю не дал ему времени опомниться от боли и шока и с размаху опустил топор на плечо воина. Темное лезвие в дребезге разбило на плечник и рассекло чемпионок Хорна от ключицы до пояса. Пораженная тишина повисла над ареной. Никто не ожидал, что пашток Ул-Увент будет побежден. Когда жаркий огонь в глазах Ул-Увента уже стал гаснуть, Грендаль сделал шаг вперед из рядов воинов кровавого бога и встал рядом с Хансю. «Извини», сказал Грендаль, улыбаясь, «Я знаю, что Хансю не чистокровный ублюдок и битва под твоим знаменем была бы более кровавой, но идя в бой с ним, я по крайней мере выживу». Ул-Увент обратил на Хансю взгляд, затуманенный болью и ненавистью. «Дай мне клинок». Как бы ему не хотелось отказать врагу в подобной просьбе, Хансю понимал, что должен исполнить пожелание чемпиона, если хочет, чтобы в воинах, выигранных у Ул-Увента, была хоть капля верности. «Дай ему меч», приказал он. Грендаль кивнул и вытащил клинок из груди поверженного чемпиона, вызвав фонтан пенящейся крови. Он протянул оружие Ул-Увенту и тот обхватил эфес меча слабеющей рукой. «И... мой череп!» выдохнул Ул-Увент из последних сил. «Тебе придется его забрать». «С превеликим удовольствием», ответил Хансю, поднял топор и исполнил последнюю просьбу Ул-Увента. Как только голова Паштока Ул-Увента оказалась на пике у трона Черного Сердца, жатва черепов подошла к концу. Сотни воинов погибли на песке арены, но эти смерти мало что значили в масштабе грядущих событий и могли только служить пищей для самомнения тирана и развлечением для темных богов варпа. Перед отбытием с нового Бадаба в распоряжении Хансю было почти 17 тысяч воинов, принесших ему кровавую клятву верности. Отряды, собранные Ул-Увентом, также украсили свои знамена его символом железного черепа. Но Таэтоссай выжил и по собственной воле поклялся Хансю верности, перед этим поблагодарив его за возможность испытать непередаваемые ощущения от обломков костей, протыкающих легкие. Гурон Черное Сердце сдержал свое слово. Победитель в жатве черепов действительно многое приобрел благодаря его покровительству. Покидая орбиту, поколение войны вел за собой целую флотилию самых разных кораблей. Это были дары Бадабского Тирана, сделанные им ради скорейшего нанесения удара по силам Империума. Вдобавок к этим кораблям флагман Хансю теперь окружали корабли побежденных чемпионов, и все вместе они составляли разношерстный, но сильный флот корсаров и ненегатов. В нем были и повидавшие множество боев военные корабли, и неповоротливые грузовозы, и планетарные канонерки, и оснащенные варп-двигателями следящие станции, и захваченные крейсеры. Во главе флотилии шел поколение войны, и тщательно выверенный курс его лежал через Мальстрим, прочь от владений Гурона Черное Сердце. Флотилия была готова к переходу, и тошнотворно желтый диск нового Бадаба скрылся в пылевых облаках и потоке грязной энергии Материума, вырвавшегося из разрыва в ткани пространства. Хан Сю вспоминал слова, сказанные тираном в их последнюю встречу. Черное Сердце указал темным когтем на Ваонеса, Гренделя и свежерожденного, уже поднимавшихся на борт потрепанной грозовой птицы. Как только в них больше не будет нужды, убей их, сказал тиран, иначе они в конце концов предадут тебя. Они не посмеют, возразил Хан Сю, но семена сомнения уже были посеяны. Запомни вот что, ответил Гурон Черное Сердце, сильные становятся сильнее в одиночестве. Девушки отдыхают. Семена Семена м дизем желан дел в пом salsa г и law в